на скажите пожалуйста хочу понять какой я должна вынести для себя урок и случившегося интернет мошенники украли у меня большую сумму денег может я сама привлекла это событие в свою жизнь неумением правильно пользоваться эзотерикой когда у человека происходит воровство то человек не должен прощать таких людей когда вы прощаете людей которые берут у вас мало просто так то есть занимает там соседка и после чего не возвращает а вы говорите ну ничего страшного я ее простила занимает там прохожий или вы просто так дарите деньги кому-нибудь то есть это делаете вы не предумышленно по привычке то есть просто дарите хочу сказать что я когда-то рассказывал историю таксисте которому я давал немножко больше но не забывайте о том что я давал немножко больше проговаривая слова программу которая звучала как покупаю материальное благополучие то есть дав больше я получал в итоге больше в данном случае когда у вас забрали вероятно вы до этого кому-либо подавали то есть кому-либо отдавали деньги то есть если человека дает кому-либо просто так деньги то значит деньги для него ценностью не являются. И в дальнейшем случае, если человек занимает кому-либо и его обманывают даже небольшую сумму, то это тоже говорит о том, что человек не сделал вывод. Какой же должен сделать человек вывод? Первый вывод звучит так. Вам не отдают деньги, когда вы их занимаете. Почему? Это уже другой вопрос. Просто не отдают. Это ваш вывод должен быть. Поэтому никогда не дарите деньги и не занимайте деньги. И второй вывод. Никогда не считайте, что люди, которые забрали у вас или украли у вас деньги хорошие. Почему? Дело в том, что таким образом можно идентифицировать таких людей в пространстве и времени нашей жизни. И обычный человек, который ворует в большом количестве или обманывает в большом количестве людей, то мы воспитанные, мы люди, которых воспитали в христианской морали или в социальной морали там Советского Союза, мы обычно прощаем таких людей, говорим, ну ничего страшного, пусть ему там будет на что-то. На самом деле необходимо вспоминает и говорить, что эти люди подлецы и негодяи, что они обманывают людей. Таким образом, если бы много людей идентифицировало негодяев, то такие негодяи, их бы касалось, касался меч правосудия и их бы находили. Ну вот так это работает. Поэтому вынесите из себя урок из сложившегося, который заключается в том, что вам не отдают деньги, если вы их занимаете. А еще надо вспомнить слова. Я хочу вам сказать слова из своей первой ступени, бесплатной. Там я эти слова повторяю несколько раз в дне, когда я рассказываю о материальном благополучии. Я обычно там говорю, деньги можно заработать только собственным горбом. Именно поэтому зарабатывайте деньги собственным горбом и никогда не верьте, что кто-то чужой, взяв ваши деньги, заработает вам и отдаст. Почему? Зачем человеку чужие деньги, если он зарабатывает? Если он может взять свои деньги и зарабатывать? Мне всегда очень интересны такие люди. Человек говорит, я могу заработать, дай мне деньги, я заработаю тебе. Зачем? Заработай для себя 100 рублей, после этого вложи эти 100 рублей, заработай тысячу, потом вложи тысячу, заработай 10 тысяч, потом вложи 10 тысяч, заработай 100 тысяч, потом вложи 100 тысяч, заработай миллион, потом вложи миллион, заработай 10 миллионов. Зачем тебе чужие деньги? Как-то так все очень понятно.